Савров, который тоже проявил мудрство держать, но я ему денег не дам, потому что он не первый раз пришел на мой концерт, а уже второй. Обойдется. Значит, ну что, начнем сразу, да, наверное, или как? Хорошо, хорошо. Оно жалечивает рану, и долет золотистый цвет, и аромат звезды экрана, а не окурка сигарет. В ладони теплой, без остатка, твои печали растворены, а горизонт линейкой гладкой. Любой раскроет лабиринт. Я поздравляю всех, все наступило лето. Последний шаг перед вершиной, и взгляд на мир из-под небес, и под Москвой крыты шины, и шелестящий тихо лес. Речной песок на коже гладкой, и рыбы всплески на ладе, песок и мокрая палатка. И уходящий в собкий день. Третий город, куда поднялись высоко, и это море, куда нырнули глубоко, и в разговоре души сиреневый покой, что нашим бедам дает ответы. И состояние надежды, веры и любви сквозь расстояния, меня ты взглядом подзови все эти ноты и слова, все это вместе зовется летом. Медуз хрустальных колокольца, воде устроит благовест, по нашим душам богомольца, охочим к перемене мест. Любые догмы переспорить, негромким шепотом прибои. Леса и горы, степи, море, а вместе это мы с тобой. И эти горы, куда поднялись высоко, и это море, куда нырнули глубоко, и в разговоре души сиреневый покой, что нашим бедам дает ответы. И состояние надежды, веры и любви сквозь расстояния, меня ты взглядом подзови все эти ноты и слова, все это вместе зовется лето. Зовется лето. Зовется лето. Зовется лето. Ну, тема нашего концерта неизмена, уже на протяжении четырех, по-моему, лет, да? Называется она «Баталёвная разведка». Даже «Баталёвная разведка» называется. Посвящается людям, которые продолжают служить в Советской Армии, поднимаются по команде подъем, падают по команде отбой. И никуда от этого не деться, наверное, нам, дорогие друзья. Это хорошо. Это замечательно, потому что главное в человеческой жизни – это наша душа бессмертная, которую мы пытаемся спастись разными пивасиками, разными телевизорами, а все равно она поднимается по команде подъем и ложится по команде отбой. Дымит забитый караван, Есть результат, и нет двухсотых, Сегодня подарил афган Победы боевой красоты, А тут по радио приказ Вперёд во что бы то ни стало В трёх километрах возле нас В засаду мазута попало Мы взяли с хронки, был их штаб И винторез чирикал птицей И припленный связанный араб Вдруг стал по-русски материться А через день у камышей Где мостик через реку зыбкий Мне руку пулью прошил Мальчишка-срочник по ошибке Пусть блестят награды гордо на груди Жизнь для нас, зараза, не кончается Выполнить команду Вольно разойдись Что-то, брат, никак не получается Выполнить команду Вольно разойдись Что-то, брат, никак не получается И возвратились мы в свой дом Который грудью защищали А там такой, блин, вот дурдом Вставай и выходи с вещами В подъезде дилеры-шприцы Бандит в костюме на районе О жизни, как связать концы И академик не догонит Ну что ж, как капитализм, а крах Конечно, темпель неизбежен Нам было проще в тех горах Где были враг и воздух свежий Текут года, бегут дожди И гложет ржа стволы орудий Команды, вольно разойдись Для нас, товарищей, не будет Летят снега, текут дожди И гложет ржа стволы орудий Команды, вольно разойдись Для нас, Сереженька, не будет Вот такая песня Вот, ну, традиционно Традиционно Третий тост, третья песня Молча, стоя, не чухая Давайте встанем, ребят, на пять секунд И помолчим Все, спасибо Спасибо Третья песня В этом году мы с вами вместе Сделали много хороших, красивых вещей Вот, и в том числе Впервые в Москве провели акцию Ночь без войны Которая началась 21 июня 22 июня на 0 часов на 0 минут На ВДНХ Вот, люди, которые здесь сидят Я им очень благодарен Мы всем благодарны Наверное, я неправильно это говорю Это личное дело каждого Приходить туда по ночью или нет И в 4 часа утра мы закончили Вот Понимаете, когда в 4 часа утра стоишь И поешь, что твоя страна огромная Вот, для людей нашего поколения Это, конечно, в душе что-то такое Переворачивается С лязгом гусениц С воем бомбардировщиков С появлением лица твоего дедушки Павшего на войне 29 июня Где-то в Белоруссии Ну и вот такая песня Посвященная Нашим Нашим славным предкам Которые В 41 году Приняли на себя На грудь Приняли всю Европу Объединенную Так, сейчас об этом Стали говорить в открытую 25 государств 400 миллионов человек Напали на Советский Союз То есть они жили Как жили У них просто Они то, что делали Стали распределять не для себя А для вермахта Поэтому вермахт Ел хорошо Пил нормально Ну и воевал В рабочее время С 8 утра И до 8 вечера Вот 22 июня Дата в жизни Каждого человека Который говорит На русском языке В душу холодом дунет Жизни Со смертью край 22 июня 4 часа утра Стены державы советской От взрывов снарядов дрожат В аду говорят По-немецки Грешников им не жаль В аду говорят По-немецки Грешников им не жаль Престы, Харьков, Пытиев Ельня, Зубцов, Сталинград Панцерваффы лихие В небе люфтваффы, как град Кто там считает потери Некому их считать Вырваны окна и двери Крышка нам Вашу мать Кости ломаются с хрустом Отушнят, а бред Слишком уж много русских Не успевает сгореть Разных веселых и грустных Мамок, детей, солдат И говорить по-русски Вдруг начинают ад Солнышко ярко осветит Цели идущих толпу Возьму поправку на ветер И приласкаю спуск Башня взлетит с хрустом Из океана огня В аду говорят по-русски И немцам тут вряд ли понять Башня взлетит с хрустом Из океана огня В аду говорят по-русски И немцам их вряд ли понять И немцам их вряд ли понять Вот еще одна новая песня Собственно, она уже не очень новая Еще один главный ориентир этого года Для тех, кто понимает жизнь на самом деле Есть 7-минутные вещи Вот сейчас я читаю интересную очень книжку Маршал Язов называется Она продается на развалах Стоит 50 рублей Там Дмитрий Тимофеевич, который В 41-м году приписал себе год И пошел воевать на Ленинградский фронт Рассказывает, как его арестовали И возили по тем же дорогам Где он шел на войну Возили его в тюрьму И допрашивали Почему он хотел родину развалить Хотя он хотел обратного Вот, да И главная дата 2012 года, ребята Это 70-летие Сталинградской битвы Когда впервые за всю историю Великой Отечественной войны Большие массы немецко-фашистских захватчиков Конкретно 330 тысяч человек Попали в окружение Вот Причем это случилось В общем, конечно Все хотели победить И наши, и немцы Но немцы просто умели воевать Гораздо лучше, чем мы Вот, и вот первая самая такая Большая проба пера У советских вооруженных сил Когда получилось Это была вот эта Сталинградская битва Да И А Сталинградская битва Когда мне было 13 лет Я учился в школе Симферополь-28 Под Симферополем Откуда управляли советским луноходом Кстати, говори Сейчас там все развалилось уже Вот И у нас был В школе учитель физкультуры Михалыч Который нас учил табуретки строгать Банком Рубанком Не банком, да Рубанком От рубанка до банка Две буквы Рубанком пользоваться Ну и вообще жить Учил нас И он нам вот там рассказывал Он был старшиной ротой В Сталинграде На правом берегу он был Он говорит Вот с утра Ночью пополнение Привозят на лодках Выписываешь им там Еду, патроны На 250 человек Вечером остается 15-20 Вот Его представляют Герои Советского Союза Два раза Но про сколько Значит Не получилось В общем И мы как-то это все сложили Он шепотом нам об этом рассказывал Это был 72-й год 73-й год Тогда было не принято Эти вещи говорить Вот А потом Ну появились Потом появилось Много книжек А вот Командир Взвода В Сталинграде Жил 3 дня Командир роты Жил 5 дней Вот А комбат Жил неделю В среднем То есть Кому-то больше Там удавалось Кому-то меньше Ну вот Такая вот Мы служили честно Пили мы и пели Мы не уходили С линии огня Только здесь Комбату жить Всего неделю Командиру Взвода Жить всего 3 дня Командиру Взвода Жить всего 3 дня Самолеты В небе Кружат Вроде Уток И пылают Дымно Танки На полях Командиру Роты Жить Всего 5 суток Раскрывая Объятия Матушка Земля Командиру Роты Жить Всего 5 суток Раскрывая Объятия Матушка Земля Пули Словно Птички Да порою Вешней Кричат На небо Души 5 минут Вагон Немец Он воюет Здорово Конечно Да только мы Уперлись Волгу Сапогом Немец Он воюет Здорово Конечно Да только мы Уперлись Волгу Сапогом Кто с войны Немец А Немец Немец Еще одна песня, точнее полторы песни серьезные будут, которые, я уже говорил, что здесь находится штаб поискового отряда «Победа», который работает под городом Зубцовым. Кто здесь первый раз? Поднимите руку, пожалуйста. Кто у нас на концерт первый раз? Потому что я некоторые вещи расскажу по 20 раз, и они, наверное, уже надоели всем. Вот такие вещи. Они работают на территории, на которой каждый год выкапывают по несколько сотен человек, у которых нет медальонов, просто вот череп, кости и все остальное. И вот мне посчастливилось с ними вместе работать под городом Зубцов, недалеко от Москвы, 206 километров ровно. Едешь по хорошему речку на шоссе, потом свернул, встал, палаточку поставил. Вот, и копаем. Ну и вот, когда я копал этого своего бойца, мне там посчастливилось откопать совершенно без помощи миноискателя. Я там 80 сантиметров углубился, мне говорят, тихо, тихо, ты вот посторожней сейчас копай, потому что 80 сантиметров – это начинается Великая Отечественная война. То есть у нас у каждого слоя земли есть свой возраст. Там 20 сантиметров – это Хрущев, 30 сантиметров – это Сталин. Ну а дальше там уже пошли всякие эпохи и войны. Ну и вот такой. Они выходят из лесов, от рубежей когда-то важных, из перелесков и высот, где смерть застала их однажды, костями выщербленных рук, металлом скручены пожарищи. Они меня за счет берут, я здесь, копай меня, товарищ. Уходят в землю острие сквозь дней, месяцы и годы, и ты почувствуешь ее, войну советского народа, когда себя нельзя жалеть. И вкус, и смерть и вкус уже изведут, когда ты должен умереть за нашу общую победу. Лежит в гвардейский батальон без героизмов и парадов, и будет черный медальон твоей лучшей наградой. И раскрываешь, не дыша, его рифленую головку, и вдруг внутри его, а вдруг внутри его душа, не перешедшая в винтовку. А он мне снился третий день, вернее, снился третью ночь. Сперва я думал, три бедея, и отгонял виденья прочь. Но в свете утренней зари плеснуло в душу кипяток. Он просто тихо говорил, ты откопай меня, сынок. Лопатка, фляги, вещмешок и две гранаты, РГД. Сосенки, ствол, карандашом, а возле них мой юный дед, пропавший без вести войну. Пробелом между страшных строк Ко мне ладони протянул, Детка, пой меня, сынок. Мне Бог послал хороший день И электричку, и такси, И взгляды сонные людей. Помилуй Божий и спаси, И я как будто бы здесь живу. Узнал окопчик под сосной, И вновь ночные миражи Сплелись в виденье одно. И старый кастер, ржавый бог По лезвию заскрыжетал, И в руки мне подземный тон Потек сквозь выцветший металл. И я услышал взрывы мин, И я почуял, боя, злость И детих трассеров огни, Меня пронзившие насквозь. И замер ветер выше нил, И время свое прервало бег, И я почуял, как ко мне Подходит сзади человек, Ладонь кладет мне на плечо, Но вернуться я не смог. И налетело горячо, Спаси Господь тебя, сынок. Поиски потерянной памяти, Поиски потерянной жизни, Слишком непростое занятие, Чтобы это делать всерьез. На страны расселенной скатерти Снова кровь пролитая брызнет, Выдержишь ли ты испытание? Сам себе ответь на вопрос, Сам себе ответь на вопрос. Спаси Господь тебя, сынок. Ну, я закончу вот эту самую Такую грустную тему, Песни про танки. Дело в том, что позавчера Мне позвонил мой друг, Так, не рано он позвонил, Он позвонил в полдесятого вечера, И говорит мне, Тут приехал друг, ему 50 лет, Ты не можешь подъехать? Я говорю, ну я к нему подъехал Половин двенадцатого, в общем. Вот, и вот, Человеке 50 лет, И он говорит, А вот спой про танк из болота. Вот. Я говорю, ну тут у нас дети, Я не буду петь. Вот, и, ну я спел про танк из болота. Я никогда не думал, Что танк из болота это песня, Которая поется на день рождения 50 лет. То есть, я думал, Что на день рождения поется Что-то такое бодрое, веселое. Но мне, честно говоря, понравилось. Конечно, каждый из нас слабый человек, Хочется считать себя лучше, чем ты есть. Что твои замечательные стихи, Замечательная музыка, Ну и все такое. Вот. Просто песня танка из болота, Получилась, Она доказывает существование Господа Бога на белом свете. Я вот до тех, кто не был, Пацанов. Есть много настоящих вещей, Интересных, которые наши лично с вами. Потому что, так, если посмотрите вокруг, Японские машины с правым рулем, Китайские штаны по американским лекалам сшиты, Часы пседошвейцарские, сделанные в Китае. А что наши-то вообще есть вот здесь? А наши с вами, Это наша военная слава, Которая стелется над нами, Как ролиные крылья. И мы от этого, Мы ее просто не видим, на самом деле. Потому что мы все время в телек смотрим И в свои айпады. И планшетники, Играют там дурацкие игры. На самом деле ведь, Понимаете, 400 миллионов человек Европы Ничего не смогли сделать Со 180 миллионами человек в Советском Союзе. Несмотря даже на то, Что европейская промышленность Работала на немцев по полной программе. А нашу промышленность Пришлось переносить из западных районов страны, Восточные. И танки Т-34 делали пацаны, 14-13-летние, Вместе с тетками, Стоя на ящиках, Возле станков, Над которыми не было ни крыши, ни стен. Вот Уралвагонзавод, Когда его перебросили, Значит, Туда, на Урал, В Нижний Тадил. Вот. Именно вот так вот Все это дело происходило. Но, тем не менее, Ну и там много всяких замечательных вещей, Которые надо рассказывать, Это целый вечер займет. Вот. Символ нашей страны, Их несколько символов. У нас есть символы гражданские, А есть символы военные. Причем символы военные, На мой взгляд, гораздо сильнее, Значит, чем символы гражданские. У нас есть автомат Калашникова. 38 миллионов штук официально сделано в мире. Символ, который находится на 8 гербах государств. 8 суверенных государств. Избрали символы своей страны, Автомат Калашникова, Сделанный нашим Михаилом Николаевичем Калашниковым. Ракета «Семерка», Которая впервые в мире вывела человека в космос. То же самое. И танк Т-34. Потрясающая совершенно машина, Которая, Как песня, Как поэма, Как Ильиада Гомера, Я бы сказал. Ее делали, Ее делали полуподпольно. Значит, Ее сделали генеральный конструктор Кошкин, Который был сам не конструктор, А политработник. Из-за той обстановки, Которая в то время была в СССР. Вместо того, Чтобы поставить... Да, Морозов был еще. Папа. Вместо того, Чтобы танк поставить на платформу, Привезти в Москву, Как все люди делают. Он сел за рычаги И ночью привез его в Москву За двое суток. Ехали с Харькова. Нафига это надо было? Потому что такая обстановка была. Не пустили бы его просто. Он приехал, Его в Кубинке поставил, Туда приехал Сталин, Посмотрел и сказал, Запускайте в серийное производство. А по-другому не получилось. После этого конструктор Заболел и умер. То есть жизнь человеческая Перешла в боевую машину. Танк делали всей страной. Собирали деньги. Сдавали смертные кольца, Обручальные кольца, Смертные деньги. Генерал Баграмян Сдал свои деньги На два танка строительства. И сделали их 38 тысячи. 54 тысячи штук сделали всего. И после войны Он стал самым главным Памятником Нашей с вами славе. Настоящей. То есть это не просто Кусок железа. А это вот Душа нашего народа. Вот такая вот она вот есть. Металлическая. Которая по болотам Легко проходит. У которой плохие Смотровые приборы. У которой радиостанция Выходит через 50 километров От тряски. Потому что лампы все улетают. Но которая дошла до Берлина. И вот, Ребят, В 42-м году Танк один утонул В болоте Псковской области. Упал и лежал там Ровно 60 лет. В 2002-м Мы его оттуда вытащили. Выгребли И я в него залез Случайно. Чувствую запах солярки. Я говорю, А что это такое? Они говорят, А это вот Солярка 42-го года Выпуска. Это вот было так круто. Что никакой Айпад с этим Не сравнится. И планшетник. Потому что до такого Никакой Акунин, Никакая Маринина, У которой, Вы знаете, да? У Дарья Донцовой В подвале работают 400 вьетнамских книгалов, Которые пишут им Каждый день По 4 книжки. Вот. И она потом продает. Шутка. Вот. Танк из болота. Поскольку здесь женщина, Я не буду петь все песни, Все слова, Которые там были сочинены. Но вы догадаетесь По интонации От первого лица Рассказ. Меня подцепили За оба крюка Расклеила веки тресина И я увидал Над собой облака И ветер, летящий в осинах И я увидал Над собой облака И ветер, летящий в осинах И время мое Побежало опять Как будто вчера заводили И снова услышал я Твою мать И понял, что мы победили И понял, пожить мне еще предстоит Пускай не герой победитель Пробитый я немцами, братья мои Простите меня и поймите Простите, не смог показать мастерство Красивой военной работы И все из бригады Но лишь одного Меня сохранило болото Не сжег меня пушки Немецкий расчет И тигр меня не искалечил Меня не располовил Товарищ Хрущев В огромной мартеновской печи Резон здесь, конечно Отвечется свой Сегодняшним людям подарки Вы можете запах Глотнуть боевой Моей краснозвездной солярки Залезьте, не бойтесь испачкать штаны В крови из солярочной брели Почувствуйте кожей Дыхание войны На чем ваши деды горели Я брошенный в землю Военный посев Я памятник скинувший роте И мирная техника Прет по шоссе Поскольку я был в том болоте Я с пушкой торчащую наискосок Для вас непонятен и страшен С оляркою пахнущий Правый кусок Истории Родины нашей Что я уцелел Этипаж виноват Да наша смешная природа А я танк Я убитый советский солдат Второго военного года Я танк Я убитый Воскресший солдат Второго военного года Я дед твой Убитый Воскресший солдат Второго Военного года Продолжение следует... 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 Ускорителей и перестройщиков, и демократов Это ведь мы, не сгоревшие в танках Выжившие в полевых медсанбатах Это ведь мы, лет военной огранки Это ведь мы, это мы в 45-м Время летит, как его ни с тренажевой Мы уступаем рули в своих лодках Как вы сумеете, стюжите, сможете Время ли в вас, или вы его все-таки Через премудрости, через нелепости Очередные политиков измы Хватит ума ли у вас, хватит крепости Место свое отстоять в этой жизни Мы иногда поворчим по-отечески Только поймите, в окопах или банках Если сумеете по-человечески Значит, не зря мы ложились под танки Значит, не зря были марши парадные Мертвым живыми пусть душа не мается Только бы жизнь была у вас сладной И все равно, как она называется Это не мы, не сгоревшие в танках Выжившие в полевых медсанбатах Это не мы, лет военной агран Это ведь вы, просто вы в сорок пятом Дорогие друзья, вот здесь присутствуют люди Которые на самом деле воевали Я вообще штабная крыса по жизни Но вот из общения с этими замечательными людьми Из прочитывания книг, в которых более-менее Правильно описывается ход и исход Боевых действий нашей российской и советской армии Выясняется одна такая вот красная нить, Николай Что, как бы это помягче сказать Что, как бы ни кривлялось командование Все равно на месте, вот как вот сидит человек Вот он на месте, вот давай вот так Давай вот так, давай вот так Один мой друг мне рассказывал, что его отец 17 лет одрану, закончил 6-месячные курсы командиров И в звании младшего лейтенанта принял взвод На Ленинградском фронте Бывшего командира взвода застрелили немцы Ну, он упал смертью храбрых, в общем И вот он пришел во взвод Он был самый молодой Самому молодому, до него было 45 лет Вот, он пришел Позвал ветеранов, там, Первой мировой Сели они в блиндажики Достал он свой офицерский паек Достали, что у них там было Налили, выпили, закусили, поели Вот, и боевую задачу получили Занять деревню Он говорит, ну что, как будем деревню занимать Поскольку он ни стратегиев, ни тактиков Не обучался, жрать хотел Ну, был офицер Но при этом реально смотрел на жизнь Ну, и они говорят, да давай вот Кольку с Петькой пошлем по болотам Немцы сидят на сухом, они не любят по болоту ходить Вообще воюют дневное время суток И вообще у них там утром кофе, в обед, обед Вечером ужин, потом отбой Ночью они не воюют Давай Кольку с Петькой пошлем с пулеметом В тыл через болото, там у нас тропиночка есть Мы там грибы собираем Они в тыл с ним зайдут, немцам И начнут шарашить из пулемета Просто в воздух Немцы подумают, что мы их обошли и уйдут сами Потому что они воюют как положено А не как мы воюем Ну, немцы, если немцы Окажутся не немцы, а наши Они Кольку с Петькой, конечно, убьют Потому что их много А Колька с Петькой двое Ну, война все-таки, война Такое дело Ну, давай, говорят Ну, и вот они послали Кольку с Петькой Приказали им, значит, в четыре утра Открыть бешеную стрельбу из пулемета Дегтярева Вот Ну, и немцы ушли из деревни Они заняли деревню, доложили Что все, боевую задачу выполнили Не потеряли ни одного человека И эти бойцы зауважали этого мужика Значит, стали его Следующий приходит задача, значит, вот Там траншеи, минное поле Все как положено И вперед в атаку за Сталина Они говорят Вова, ты сиди в окопе Мы тут без тебя Ты сиди в окопе Потому что надо бежать, стрелять Там, кого-то убьют, кого-то не убьют А то, говорит, понимаешь Вот предыдущий был Прости Господи Бегал по окопам, стрелял Заставлял всех вылезать А сам в окопе сидел Ну, и вот, шарной пулей-то и убило Вот Ну, то есть Я думаю, что вы То есть, мне вот Все время кажется, что Есть писанные правила Да, но как-то жизнь, она Как-то вот в промежутке Лавирует между Требованиями Воинских уставов Там и всем И практической деятельностью Когда тебе нужно Забить караван с душманами А как этот караван забить Тебе никто толком объяснить не может Вот, ну, никто Вот, и вот оно получается В результате Ну, ладно, не важно Просто есть какие-то Замечательные вещи Главное Я понял, что Николаевич Это вот необъяснимые никому Чувства в душе Нормального военного Русского Которые заставляют его вставать И преодолевая нечеловеческие трудности И собственную лень Добиваться В выполнении боевого приказа Именно настолько Насколько этот боевой приказ Должен быть выполнен И песня Какая Однажды древний царь Горох Послал войска в атаку Но тут войска сказали Ох И получили В спину Но надо же было побеждать Ведь царь не даст обеда Они тогда сказали Мать И к ним пришла победа Потом напал Наполеон И с ним вместе вся Европа И нашим выдал сразу он Большой пинок под спину Но громко помянул их мать Фельдмаршал Князь Кутузов И трудно было догонять Бегущего француза Хлопаем И трудно было догонять Бегущего француза Не хлопаем А потом фашистские войска Ударили коварно И уж казалось, что близка Победа вражьих армии Но наш солдат опять им вдул По самые похланды Товарищ Сталин помянул Мать всех фашистских гадов Клопаем Товарищ Сталин помянул Мать всех фашистских гадов Откуда не возьмись беда Реформа наступила Ну и конечно, как всегда Пришла пора дебилов Все блин стараются сломать Быхтят, как жук навозный И губы громко шепчут Мать решительно и грозно Японцы, шведы, немчура Америка, талибы Кричали глупые Ура! Мол, победить могли бы У нас в России есть секрет Кранить который нужно Что сберегает много лет Российское оружие Что сберегает много лет Это российское оружие Пройдут года, сойдет вода Закончатся патроны Но будет крепок, как всегда Храм нашей обороны Мы победим в любом бою Врага сломаем с хрустом Лишь очень громко Мать твою произнесем по-русски Лишь очень громко Мать твою произнесем по-русски Дорогие друзья Так получилось, что Один мой знакомый Учился со мной вместе в институте На год меня старше А потом выяснилось, что он Бизнес, денег заработал Сделал себе студию Ну и вот Он мне подарил с барского плеча В общем я записал свои Незаписанные до этого песни И вот Как бы Сейчас готовится к выходу Сборник Два сборника Значит который называется Один называется Настоящей песней Ну и вот Такой плавный переход В общем к теме Которая опять же Николаевич Через все годы Нашей с тобой жизни Проходит красной нитью То есть как бы мы не кривлялись Как бы мы не пели с тобой Не старались Все равно денег нету И ничего с этим не поделать Вот Природному постоярцу жизни в России В Советском Союзе В империи Где еще там Посвящается Демократии Там и так далее Я жил неплохо Я гордо жил Был гражданином Страны Советов Я строил вам И в войсках служил Один был минус Что денег нету Пришли другие Нам миражи Теперь повсюду Свободы лета И я увидел Другую жизнь Ну как и прежде Все денег нету Я завертелся Я закружил Стал шустрый Словно электровеник Но говорила С усмешкой жизнь А денег нету А нету денег Кто носит джинсы Кто лезет ввысь Кто под присягой Дает ответы Людей хороших Один девиз Объединяет Хором Да денег нету Людей хороших Один девиз Объединяет Мол денег нету На суше в небе И на воде И под водою И черт тех детам Любым вопросом Любых людей Я отвечаю Хе-хе Мол денег нету ЛДПР и КПСС Нам не ходится Ни то, ни это Я собираю Ребята съест Прямо здесь Под гордым лозунгом Денег нету Я собираю Ребята съест Под гордым лозунгом Денег нету Мой друг, ты видно Уже устал От попугайной От рифмы этой Но я молчал бы Когда б жевал Но не жуется Ведь денег нету Ну в общем Вчерашняя тема Куда-то не приехала Я бы Ну ладно Ну что страшного У меня осталось буквально Пять минут времени Я хотел спеть что-нибудь бодрое Чтобы вот Молодые люди Особенно которые Ну тут есть конечно Такие же сумасшедшие Как и я Которые всегда Каждый месяц ходят Вот Я хочу для молодежи Спеть что-нибудь веселое Можно, да? Спасибо Ну вообще Вот Возвращаясь к нашему Фестивалю Авторской песни Который состоялся Тогда Мы решили Что в следующем году Мы будем делать Фестиваль Попытаемся Сделать фестиваль Фестиваль Объединенный фестиваль Силовых структур Вот там В Самаре Дорогие друзья И То есть Я хочу сразу Всех нацелить Что в следующем году Все кто сюда ходит Должны будут Приехать туда Там три дня Будут пить Лучшие барды Всей нашей страны Николаевич приедет Конечно Морозов Похлопайте ему Пожалуйста В Самару приедешь В Самару Не дай бог Не приедешь Кошмар Приедешь Приедешь Ну ладно Уже нам заканчивать Наверное Я хочу еще раз Петь песню Которую спел Нет Три песни пою Окончательно Окончательно Нравится мне Я раньше работал На соколе И ездил на маршрутке Эта маршрутка Столько Творческую голову Всяких мыслей Вваливает Что вот Я считаю Одной из самых Своих лучших Песен смешных Песня посвященная Поднимите руку Кто ездил на маршрутке Хоть раз в жизни Спасибо Народная песня Да нет Я не буду Это бессмысленно Вот Да Ну Понятие Военная тема Люди военные А ездил на маршрутке Я считаю Это не хуже Чем на БТР Только у БТР Железный Бронированный корпус А у маршрутки Сами понимаете Вот Да И при переворачивании Эффекты разные Бывает Конечно И будут Невинные Да Вот В общем Весне про маршрутку Я был свидетелем Этого случая То есть Когда водитель Очень хороший Молодой парень Вдруг влюбился Девушка Переходила Дорогу На девушке Девушка Была очень красиво Раздета У него были штаны Вот посюда Торчали трусы Фиолетового цвета Штаны были Оранжевые Волосы были Вот такие Вот Там Все Было У него там Все тело Было покрыто Татуировками Проколто Везде Ну и просто Девушка красивая Вся маршрутка Сразу же Вместе с ним Вот Он перепутал Гарс с тормозом Ну вот такая В общем На русском Изотея песня Я ведь Ребята Езжу По понятиям Я торможу Всегда На желтый свет Меня на нашем Автопредприятии За безопасность Все зовут Велосипед У нас С супругой Жизнь Медовым Месяцем Бежит Счастливо Уж Десятый Год Ну а что ж теперь Нажраться И повеситься Так дочка Сыном Это не поймет Я стартовал По линии На соколе На дуба Секова Притормозил И тут Увидел Грудь ее Высокую И мне Инстинкт Все мозги Загрузил Ее штанов Оранжевое Золото На голове Сто тридцать Три косы Ее пупок Четырежды Проколоты И штанов Торчащие Трусы И извините Я же ведь Не дедушка Вы извините Я же не Монат Какая девушка Ой Какая девушка Какая девушка В оранжевых штанах Как будто глотку Оглушила водкою Аж полетели Сникерсы из глаз Я сдачу дал С десятки Полусоткою И с отцеплением Перепутал газ Она прошла Слегка виляя С жопою И улыбнулась Мне через стекло Хе-хе А я сидел Глазами глупо Хлопая И мозг Мой в дальний Космос Занесло Я как сумел С наплывом чувства Справился Хоть мне гудела Ленинградка вся И по маршруту Дали я отправился Штанов блестящих Образу нельзя Потом с заначки Вынул ассигнации Сдолхнул глубоко Денежки тю-тю На распродаже На конечной станции Купил жене Оранжевый костюм На распродаже На конечной станции Купил жене Оранжевый костюм Вы извините Я же и дедушка Вы извините Я же не монах Какая девушка Ой, какая девушка Какая девушка В оранжевых штанах Какая девушка В оранжевых штанах Ну теперь предпоследняя песня Я хочу пригласить участников Дорогие друзья Бессмертных участников Нашего удара по гражданским Славу с Сережей Сюда Идите Мы сейчас с вами Окажемся опять На побережье Без микрофона Давай Без микрофона Окажемся на побережье Озеро Я не знаю Как оно называется Его перейти Можно было только С левой стороны С правой стороны Юрка пытался прилететь Восемь километров Шел Так и не перешел Вот Плавучая сцена Рядом с нами стоит Глава города Самара Господин Азаров Тут же стоит Спитер Городской думы Господин Фетисов В моей куртке В костюме полковица Ахенштейн Ахенштейн не вышел Он был? Ахенштейн не увез Не, он на грузовике пел А на сцену он не вышел Ходил На сцену был? Был на сцене Хенштейн Ну в общем Не хватает нам Фетисова, Азарова И Хенштейн Песня была написана 9 дня 1998 года Когда я вышел в подъезд Из подъезда И увидел Что прямо напротив подъезда Стоит большая Красивая немецкая машина Мерседес Бенц А у нее на антене Гордо развивается Наша черно-ранжевая Гвардейская лепочка Финал простоты с красотой Текущего символ момента Над мир со блестящим бортом Трепещет гвардейская лента Над мир со блестящим бортом Трепещет гвардейская лента Прицепленная поутру Над круповской бешеной сталью Трепещет она на ветру Пронзая столичные дари Трепещет она на ветру Пронзая столичные дари Над Опелем и БМВ Над Кайзером Тиссином Бошем Над жизнью в столице Москве Что газ так и не укокошил Над жизнью в столице Москве Что газ так и не укокошил Над немцем и над москалем Над жигом, хохлом и евреем Над кумом, ашаром, кремлем Гвардейская ленточка веет Над кумом, ашаром, кремлем Гвардейская ленточка веет Пусть жизнь наша льешь твою медь То красным, то белым, то синим Фашиста никто не сумел Сумела она лишь Россия Фашиста никто не сумел Сумела она лишь Россия Финал простоты с красотой Текущего символ момента Над мер со блестящим бортом Трепещет гвардейское лето Над мер со блестящим бортом Трепещет гвардейское лето Над мер со блестящим бортом Трепещет гвардейское лето После этого мы спели «Люба, братцы, Люба», и Литка Чебоксарова сказала, что будет вводить алкогольный тест перед выходом на сцену, а Вадька Мещук сказал, что ему очень все понравилось, настоящие ценители искусства, они видят правильно. Ну, Николаевич, я спою для тебя специально и для всех остальных. Я сейчас очередную книжку прочитал, где мужчина наконец-то связанно написал все, там всякие тактики, стратегии, там что-то выдумывают, высасывают из пальца. Он писал, ребята, воевать никто не умел, ни мы, ни немцы. Ну, немцы начали пораньше, они более организованные, они, извиняюсь за выражение, вытираются не той бумажкой, которую потом на стол кладут, а разными. Поэтому, соответственно, и порядка больше. Хотя у них такая же фигня была всю войну. Вот. И перелом в Великой Отечественной войне, это, конечно, то, что было под Москвой. Потому что немцы были не готовы к войне длинной, у них все кончилось, и снаряды, и бензин. Вот. Но от нам, от этого все равно легче не было. Потому что за три месяца войны, с 22 июня 41 года по 22 сентября, Красная Армия потеряла 3,5 миллиона пленными и полтора миллиона убитыми и ранеными. А вся численность Красной Армии составляла 6 миллионов человек. 7, извините. Еще было полтора миллиона на Дальнем Востоке. Вот. А воевать не умели, к сожалению. Научились уже потом. Вот. И то, что произошло под Москвой, переоценить невозможно никак. Потому что вот все, что было в стране, собирали, бросали, а немцы это перемалывали. Бросали, а не перемалывали. И операция «Тайфун», которая началась 4 октября, лишний раз показала, что, ну, невозможно, очень трудно с ними воевать. Маршал Язов, Дмитрий Тимофеевич, с которым мне посчастливилось лично беседовать два раза, говорил, что от Красной площади до линии фронта было час двадцать езды на тех машинах по тем дорогам. То есть это был не вопрос уже, займут немцы Москвы или нет. Они ее фактически заняли. Просто они в нее не вошли. Но все остальное, что произошло, когда, значит, генерал Белов под городом Каширой остановил танки Гудериана, самый, на то время самый сильный полководец был там танковый, и заставил его отойти. Вот. А кремлевские курсанты, у которых была полоса обороны совершенно фантастическая, вместе с дивизией, значит, Панфилова из Казахстана, между прочим. Панфилов был военный комиссар города Алма-Анта. Вот. Остановил немцев на севере. Вот. Это, ребята, самые главные даты в нашей с вами жизни. Потому что если бы этого не было, то мы бы сейчас говорили на немецком языке, или нас не было бы вообще. А в Москве жило четыре миллиона человек, восемьсот тысяч ушло в ополчение. Вот. И песня посвящается нашим с вами родственникам, которые совершили чудо. При отсутствии оружия, боеприпасов, техники, при отсутствии умения воевать, они сумели остановить самую сильную армию мира, которая за две недели перемолола Польшу, за 18 дней победила Францию, а вооруженные силы Франции были больше, чем вооруженные силы Германии. А наши с вами немытые детки и бабки смогли это сделать. Потому что в душе в них было что-то такое, что дай Бог сохранилось у нас, особенно вот у вас, пацаны. Нам бы очень этого хотелось. Преквием московского ополчения 1941 года. А до листопада перешел под Палевый, под осенью волшебной торжества, уходит на войну Москва. Цветаевая уходит по Стернакова Москва, И репины, и дуты Гелеровские, Торжественный, неумилый строй, И затихают улицы московские, Наполнив ожиданием воздух свой. Уходят и строки, и опоясаны, Веселые, смешные чудаки, И затихают тополи, и ясени, И двери, и травмайные звонки. Уходят неуёмные и скромные, Все, получивши звание солдат. Ведь сказано, вставай, страна огромная, Садовая, причистенка, Арбат. Уходят не за званием, не за слабою, А потому, что стало нелегко. Уходит Агранович, сакут, жабою, Ваншенкин, Далматовский, Михалков. Ведь те, кто перед ними перебили, Сил не хватило веры или ума. Ведь против них сегодня Гёте, Шиллером, И Вагнер, и Бетховен, и Ремарк. Идут волоколамками, таранками, И мой санскрит, и римские права. И будут их давить под вязьмой, танками, И в контратаках шмайсерами рвать. И мёрзлая земля взрывов мятая Примет творческие их пути. И тут, но всё же, в мае сорок пятого Первину в ополчение пойти. Ну, наверное, сделаем всё-таки перерыв. Не, тихо, тихо, тихо. Да, можно, конечно. А чё, вы знаете, да? Спасибо. Обалдеть. Хорошо, «Танковая атака», песня называется. Красная ракета И до пола газ Мы не видим света Свет не видит нас В триплексах летает небо и стерня Ну давай, родная, вывози меня А в прицеле скачет Прямо над стволом Ближняя задача Роща за селом Нам проехать, шутка, полторы версты Только в промежутке на броне кресты Кто второй, кто первый Всё не для меня Ты, старец пантеры, выдержи броня Пусть поможет либо дьявол, либо бог Чтоб под их калибры Не подставить, божь несёт нам в лица Ветер встречный Калибры вражеских стволов Мы будем жить легко и вечно Нам только б это взять село Из-за ближней хаты чей-то длинный ствол Ну давай, ребята, закоси его Всё равно, какой мне там в прицеле зверь Выстрел бронебойный разберёт теперь Хруст немецкой пушки треснувших костей Цифры на вертушке, счётчик скоростей Ты давай, зараза, в рычи не играй Только ногу с газа, брат, не убирай Мы ударения пора ставим А скорость ноты раз вперёд И тридцать тонн уральской стали Летит вперёд, летит вперёд Трастеры снарядов, огненный клубок Вот кому-то рядом засадили в бок Полыхнула разом в небеса свеча Мы за вас, ребята, уваливаем сейчас Тишина запела Тихо плыли души мёртвых и живых А в облаках цветут гуаши А над рекой полоска ржи И это поле снова наше И мы с тобой смогли дожить И это поле снова наше И мы с тобой смогли дожить Ну, всё, наверное, да? Дорогие друзья Я просто... Нет, Ира, уволь Это вступление сейчас Вступление перед вторым отделением На самом деле Любимая песня моей жены Бронежилет на голом теле А руки в солнце камуфляже Вы так красиво загорели Вам скажут девушки на пляже А мы на них посмотрим гордо И отхлебнём немножко пива К чему терпение рекорды Любите нас, пока мы живы Любите нас, пока мы живы Я сгоряча взмахну рукою И на пол оброню надежду Судьба военного покроя Пускай несёт сомнений между А жизнь последней щёлкнет строчкой И бросит головой с обрыл Вы помашите нам платочком Любите нас, пока мы живы Любите нас, пока мы живы Пока летят над морем брызги И ветер бегает по крыше Покуда пуль не слышно Покуда пуль не слышно визга Пока мы чувствуем и дышим Пока деревья зеленеют На ротах вставших под разрывы Пока мы что-нибудь умеем Любите нас, пока мы живы Любите нас, пока мы живы Всё, я заканчиваю Потому что главное сегодняшнее событие, дорогие друзья Это не Олимпиада, дорогие друзья Это не выборы президента А это концерт Игоря Николаевича Морозова Вступлением к его выступлению